Сентябрь и третий квартал принесли базовым индексам Соединенных Штатов много потрясений и внушительные потери. Несмотря на то, что в пятницу базовые индексы пытались сократить их часть, пессимизм в отношении дальнейшего ужесточения политики Федрезерва взял таки свое. До звонка фондовые топы пытались восстановиться, но быстро растеряли импульс и вернулись к минорной динамике. Так что новый квартал США может начать в духе старого – превосходством доллара и облигаций над рисковыми активами. При этом после звонка картина дня может измениться кардинально. Трейдеров ждет ряд важных событий, которые могут повлиять на движение рынка. Аналитики группы компании Инстафорекс уже готовы рассказать вам о главных новостях к этому часу и поделиться своим прогнозом. Начнем традиционно с итогов. Как мы уже отмечали, пятница принесла базовым индексам не самые лучшие результаты. К звонку о закрытии бирж промышленный Dow Jones упал на 158 пунктов – 0,47%. NASDAQ стал единственным, кто смог сохранить ранний рост и закрылся на 0,14% выше, а эталонный S&P 500 потерял 0,27%, опустившись до уровня 4288 пунктов. Предрыночные торги понедельника базовые индексы начинали довольно оптимистично. Но ближе к звонку об открытии бирж в США вернулись к покорению глубин красной зоны. Спрос на индекс S&P остается слабым. Бекам нужно возвращать отметку 4304 пункта и забирать под контроль 4332 пункта, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойти рывок на отметку 4357. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над отметкой 4382 пункта, которая вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса и аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе 4268 пунктов. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к 4229 пунктов и откроет дорогу к 4222 пункта. Медвежий настрой сформировался еще в пятницу после публикации отчета PCE и переоценки инвесторами потенциального влияния показателя на будущее денежно-кредитной политики в США. Данные показали, что индекс цен на личные потребительские расходы, исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергии, увеличился на 3,5% в годовом исчислении в августе. Впервые за более чем два года он упал ниже уровня в 4%. ФРС отслеживает индексы цен PCE для достижения целеводействия высокого показателя по инфляции в 2%. Хотя ФРС и добилась значительного прогресса, ей все же еще предстоит проделать большую работу, прежде чем она сможет объявить об окончании текущего цикла повышения ставок. Инвесторы также следили за Вашингтоном, где состоянием на пятницу угроза временного закрытия правительства еще пока никуда не исчезла. А вот в понедельник индексы Уолл-стрит упали, но настроения рынка еще могут измениться. Ключевые события дня должны произойти после звонка, и именно они зададут настоящий тон открытию четвертого квартала. Итак, Пауэлл и президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер выступят на круглом столе с работодателями и владельцами малого бизнеса, где будут говорить об усилиях по развитию экономики. Позже сегодня президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер выступит с речью о перспективах экономики США. Множество экономических данных, включая индексы деловой активности в производственном секторе США и важные ежемесячные отчеты о занятости в конце недели находятся в поле зрения инвесторов. Сегодня уже были опубликованы данные сентябрьского опроса производственного сектора по другим странам. Исследования деловой активности в Китае показали, что в прошлом месяце активность снова ухудшилась как в производстве, так и в сфере услуг. Показатели промышленного производства в Европе за прошлый месяц были столь же пессимистичными. Хотя во Франции, Италии и Испании ситуация была лучше, чем в крупнейшей экономике региона – в Германии. В Соединенных Штатах ожидается, что данные по деловой активности будут лучше, чем в еврозоне, но все же показатель останется ниже 50 пунктов. Новости от законодателей немного снизили градус страха и отодвинули риск закрытия правительства США. Конгресс в субботу принял законопроект о временном финансировании, получив подавляющую поддержку демократов. Несмотря на то, что временное продление положительно скажется на экономике в краткосрочной перспективе, оно позволит правительству функционировать только лишь до 17 ноября. Аналитики Goldman Sachs считают, что риск нового закрытия экономики в ноябре немного меньше и полагают, что отсюда возможен некоторый прогресс в стратегиях по законопроектам о расходах на весь год. Доходность 10-летних казначейских облигаций в понедельник на этом фоне выросла. При этом доходность двухлетних облигаций, которые лучше всего отражают ожидания по процентным ставкам Центробанка, по-прежнему превышает отметку в 5%. Что касается валютного рынка, то тут все вернулось на круги своя, и доллар вернул в себе тотальное доминирование. Индекс доллара до звонка вырос на 0,4% и торговался у отметки 106,6 пункта, и сегодня вполне может обновить 10-месячный максимум на отметке 106,84 после того, как показал лучший квартальный результат за год благодаря агрессивной риторике ФРС, которая сегодня может усилиться. Что касается канадской валюты, то актив сегодня также поддался долларному давлению. Ближе к открытию бирж в США пара USDCAD выросла на 0,4% до отметки 1,3636, и рынки готовы увидеть пробой сопротивления на 1,3673. Что касается криптовалютного рынка, то он в неделю начал стремительным забегом. Биткоин оказался в авангарде роста. Утром актив на 15 минут преодолел отметку в 28,000, а к моменту открытия торгов в США торговался уже у отметки 28,400. Что касается прогнозного диапазона для биткоина, то актив испытывает трудности на уровнях в 28,350 и 28,420. Если биткоин сможет преодолеть верхнюю границу, то его ждет дорога к отметке 28,900 и 29,100. В противном же случае биткоин может опуститься до уровня 27,5 тысяч долларов. Информационный фонд сегодня способствовал росту оптимизма. Coinbase получила полную платежную лицензию на работу в Сингапуре от Центрального банка города-государства. Это позволит Coinbase предлагать услуги цифровых платежных токенов частным лицам и учреждениям в Сингапуре, который в последние годы стал центром криптовалюты в Азии. Венек в понедельник запустил ETF венек Ethereum Strategy, став одним из первых инвестиционных менеджеров США, выведших на рынок фьючерсный биржевой фонд, привязанный ко второму повеличению в мире криптовалютному активу. И, по словам управляющего фонда, недавно созданный фонд будет инвестировать в фьючерсы на эфир, ориентированные исключительно на те, которые торгуются на чикагской товарной бирже. Таким открытие торговой недели США ведет аналитики группы компаний Инстафорекс. Надеемся, наш обзор поможет вам легче ориентироваться в рыночных движениях. Если остались вопросы, пишите смело, делитесь мнениями и стратегиями в комментариях. Я же желаю всем профита и прощаюсь до новых встреч на канале. Увидимся завтра!